Традиционную церемонию возложения венков и цветов к мемориалам воинской славы, которые находятся на территории города, в этом году перенесли с 9 на 8 мая. Дату поменяли неспроста. Посещение мемориалов становится отдельным, большим предпраздничным мероприятием, в котором принимают участие не только уважаемые ветераны, руководители района и города, федеральных силовых структур, но и все больше школьников, участников военно-патриотических организаций, неравнодушных жителей. 188 фамилий выбиты на мемориале в память о погибших работниках Щелковского хлопчатобумажного комбината имени Калинина. В прошлом одного из крупнейших градообразующих предприятий города. Здесь традиционно встречают гостей и готовят концертную программу ученики школы номер 6. Наши люди, которые ушли на войну, наши мужчины и женщины выполнили главную задачу. Они оставили свободу, зависимость нашей Родины. Мы превратились со временем в просветающую страну. Ребята, я обращаюсь сейчас к вам. Мемориалы нужны для того, чтобы мы помнили. Чтобы мы помнили великий подвиг российского народа. Чтобы мы были достойны наших предков. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей. Глубоко уважительное отношение к памяти погибших на предприятии Щелково-Агрохим. Щелковский химзавод также был одним из градообразующих предприятий и отправил на фронт более 700 своих сотрудников. Фамилии 180, не вернувшихся, увековечены на этом мемориале. Его строили к 35-летию победы и с тех пор не забывают ни руководство завода, ни его ветераны, ни молодежь. На нем, кстати, всегда 9 мая зажигался первый в Щелкове вечный огонь. Вот это наш цех, ремонт строительный, механический цех. Непосредственно принимали участие в построении этого великого памятника. И каждый год, конечно, принимали участие все пружинники завода. Всегда высаживали цветы у всех этих памятников. Голубые ели привозили с Ивантиевского питомника. Это вот тоже тогда были посажены эти голубые ели. В клубе всегда отмечался праздник День Победы. Заводчане всегда проводили свой митинг, посвященный Дню Победы, 8 мая. В этом году он стал частью общерайонной акции. В одном ряду с работниками Щелкова Аграхим стояли ученики Щелковской гимназии. Первое, что приходит, конечно, в эти минуты каждому в голову, это благодарность павшим. Второе, это благодарность вернувшимся и победившим. И третье, это необходимость помнить. Я призываю помнить тех, кто не вернулся. Я призываю чтить память тех, кто остался на полях войны. И не забывать тех, которые еще рядом с нами. Завершающим этапом акции стал митинг-концерт на улице Парковой у Стелла Героев. На ней написаны фамилии наших земляков, 62 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Акцию поддержали ученики Щелковских школ номер 8 и 4, лицея номер 7. Концертную программу подготовили артисты Щелковского театра под руководством Светланы Погодиной, в том числе детской театральной студии. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто завоевал вот эту свободу и мирное небо над нашей головой. И сегодня очень важно, чтобы мы это помнили. Память – это то оружие, которое позволяет нам быть государством, быть народом, быть нацией. Эстафета поколений передается от тех, кто с оружием в руках защищал Родину, кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну в послевоенные годы, к самым юным их потомкам. И выступавшие у микрофона руководители района свои слова обращали именно к ним. Дети, 27 миллионов наших жителей погибло, чтобы одержать эту великую победу в Великой Отечественной войне. Запомните эту цифру и знайте, что если собрать все население Москвы и Московской области, его не хватит, чтобы показать, сколько это много. Здесь, на улице Парковой, в самом центре Щелково, каждый житель в любой день может подойти к монументу и почтить память погибших земляков и тех героев, кто ушел уже после войны. Но в первые майские дни цветов у его подножия особенно много. Три основных городских мемориала, на которых выбиты имена щелковских тружеников, щелковских воинов, щелковских героев. С каждым годом подобные памятные акции собирают на них все больше и больше людей. А это значит, что действительно никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадион. Редактор субтитров А.Семкин «Щелково»